Уважаемые коллеги, на нашей пресс-конференции присутствует главный тренер команды «Факел Воронеж» Владимир Васильевич Муханов. Владимир Васильевич, с победой вас! Спасибо. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги этой встречи. Хорошо. Мне показалось, что игра давалась нам легко, и насчет о том, что говорит в первом тайме, но где-то нелепый мяч наши ворота, он немножко как бы заставил тревожиться, потому что «Орел» достойная команда, очень много двигалась, очень много навязала борьбы. Не то, что там как-то сама навязывала одиноборство схватки вверху, подборы. И где-то, значит, был такой период времени, когда несколько нам неуютно было, потому что успевали, успевали, стали успевать, баллисты «Орла» у нас контролировали. Тем не менее, мы поговорили в одевалке, что счет, который сейчас есть, он, в общем-то, хороший, но останавливаться на нем не надо. Просто уделить большее количество внимания обороне, попроще не совершать глупых ошибок и, значит, пробовать соперника поймать на контратаках, что, в общем-то, два или трижды мы делали, к сожалению, не реализовав. А также брать, в общем-то, определенные игровые паузы в виде аритмии, то есть в контроль мяча. Считаю, что в целом игра удалась и счетом игрой доволен. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Почему сегодня ваша команда, я пост номер один за ним, Терновский, а не Саухин, и показалось, что Саухин будет номер один? Потому что Терновский стоит, отыграл уже два матча, и у меня не вызывало сомнений о его кандидатуре при назначении на сегодня. Предыдущие два матча он играл, и без всяких ошибок. Пожалуйста, еще вопросы. Павел Васильевич, вы 10 лет отработали в Казахстане, выиграли всевозможные трофеи, и какую-то параллель можно провести с Казахстаном и нашей второй лиги? Вторая лига нет. Нет, вторая лига будет близко мяча к ним. Это лучшая команда первой лиги, возможно, и худшая там выше. Премьера. Цель Факела и ФНЛ? Ну, в общем-то, Факел и такая земля, где нужен футбол более высокого уровня, и этой задачей мы все вместе живем. Болельщики этого заслуживают, город этого заслуживают, все заслуживают. Но вы начинаете практически с нуля, сейчас новая команда. Не практически, а с нуля я начинал, с нуля, с абсолютного нуля. И моя задача в кратчайшие сроки создать такую боеспособную команду, которая может решать задачи, которые перед нами стоят. Финансы вы ограничены? Я на финансовые вопросы не отвечаю. У меня есть президент, вот мы с ним решаем некоторые вопросы. Я никуда не лезу. У меня есть футбольное поле, больше никакие вопросы меня не интересуют. Я даже их не задаю. Владимир Васильевич, сегодня трое новичков, которых только заявили, все трое успели принять участие в матче. Как оцениваете их диплом? Оцениваю, как достаточно лет, то они внесли в общее дело команды, стоящую сегодняшнюю победу. А претензий никому нет. Еще приобретения планируются? Видимо, если они будут, то взамен на что-то. От 23 человек, которые я определил до зимней заявки, так и будет в этом количестве. Если у кого-то будет приобретать, значит кто-то будет куда-то уходить. Есть вопросы? Да, Владимир Васильевич, три гола, в общем, были забиты головой, в общем, все три со стандарта. Тем самым был обеспечен результат, в общем-то, да, победа, и дальше команде было проще играть. А на старте сезона у вас было три ничьи. Почему бы не, так сказать, вот пока идет становление игры, и в тех трех первых матчах не забиться стандартов вам? Почему сегодня залетело три, а раньше не залетало? Трудно ответить на этот вопрос, потому что, наверное, сейчас еще больше поработали над этим, чем в первые те туры, где мы только все вместе собрались, это раз. А второе, где-то в таких моментах, в общем-то, многое зависит от того, какова идет подача. Идет подача классная, значит, на нее есть кому вылететь. Не идет подача, значит, трудно забить. Работаем, работаем над этим компонентом. Я думаю, что сегодня могли с игры забить не один гол, это все видели, поэтому хорошо, что сегодня использовали стандарты. Александр Николаевич. Проиграли игру на первых 20 минутах. Три стандарта, которые просто прощили команду. В дальнейшем старались, но команда более мастеровитая, а все, не выглядели лучше. Вопросы? В принципе, вот наставник гостей, ему был задан вопрос о стандартах, да, что, в общем-то, он дал нам понять, что работают они над стандартами, поэтому, так сказать, вот сейчас и стали забивать. Вот, а мы-то как Орловская команда, работают над этим. Мы тоже работаем на стандартах, вот, и если бы Савин забил бы гол, три-два, то еще неизвестно, как бы все кончилось. В общем-то. Поэтому тоже работаем. Делаем этому компоненту, понимаем. А в связи с чем у факела было, если брать угловые, что-то за больше десяти, я могу сказать точную цифру, а у нас всего там один или два? Ну, это игра, а не сами исполнение стандарта, это игра, все здесь тем, что мы были лучше. Пожалуйста, коллеги. Сегодня команда продемонстрирует безвольную игру, я считаю, пока не мере так, и может ли команда играть еще хуже? Считайте ли вы, Александр Николаевич, отфильтрую, что команда сегодня продемонстрировала безвольную игру на вашем? Двадцать минут, согласен. Первые двадцать минут она проявила действительно безволие, и поэтому как бы безволие именно не сработали на стандартах. Вот в этом плане, потому что должны были более собраны, мы в Росте не выступали, кроме Антипенко, который выше всех, в Росте не уступали. Значит, что-то где-то невнимание какое-то. А что с Клюкиным и Протцером? Они просто не попали, да. Клюкин в прошлую игру привез, игру. Вот. А Протцером пока вот, ну, менее активный на тренировках и в игре, чем, например, Пономарев и Першов, которые получили сразу возможность сыграть в консистенции. Сейчас команда получит небольшую передышку перед следующим матчем. Наши игроки получат выходные или все-таки на себя тренируются на тренировочном процессе? Значит, я сказал таким, что если выиграем два выходных, это как премия от тренировочного штата. Если нет, то тогда завтра должно быть восстановительное мероприятие, должны были быть в бане. Так как воды там нет, горячее в том равене, значит не будет. И будет выходной чистый. А после этого мы начинаем работать, готовиться к людей на цепи. Готовиться к следующей игре на искусственном поле, ввиду того, чтобы мы играть на искусство. В Рязани. А что будет делать наша команда упор в создательный период перед Рязани? Такие были, есть наметки? Ну, я думаю, что в любом случае физически будем подтаскивать. Потому что не было такой возможности. После той игры перерыв был маленький, очень надо было восстановить только. Ну и будем работать и над сорнатами. Теперь будем еще больше работать над тем, как защищаться. Потому что у нас, в принципе, ничего не было в предыдущей игре. Такой провал получился. Именно в этом компоненте. За счет чего наша команда может прибавить нападение на такое же действие? Ну, нападение, к сожалению, значит, видите, Ершов старается. Ну, не хватает где-то мастерства, будем так говорить. Но, тем не менее, гол забил. Пономарев пока тоже, может быть, он очень сильно старается. Но он иногда играет неправильно. То есть, они играли в три полузащитника. И у нас в этом было, значит, в плане сложности. Ввиду того, что отскакивали игроке, мы их не успевали перекрывать. Центральные защитники не выдвигались там, например, к седьмому номеру. И вот здесь у них было преимущество. И должен был отходить по номеру. Он этого не делал. То есть, и в атаке, когда надо было выдвигаться под Ершова, когда тут головой выиграл, а его тоже в этот момент не было. Понимаете? Вот как бы он старался, бегал, где, ну, примениться не мог. Ирошкин, ну, после болезни он старался. Ну, я думаю, что Андрей все равно желания было много. Как он сыграл? Ну, может лучше, конечно, играть. Но, в принципе, я им доволен. Пока не доволен Авайкяна. Может, я ничего не могу сделать, потому что у нас еще только молодой там Николаев сидит, который немножко травмирован, и Проваленов. Вот Широк. Все, молодой больше не Авайкяна. И он, ну, играет тоже не остро, будем так говорить. Передачи от него идут какие-то еще, но сам он штрафной практически не хочет. Вот это вот пока у нас, ну, как бы плохо. Вот поэтому атака у нас, насколько могли Роллугин и Сильтазар вдвоем вести, здесь очень сложно, когда три легче. Вот. И отсюда, вот вы же говорите, нападающих, нападающих. Вот я поставил два нападающих. Ну, что? Понимаете? Пресная игра, сразу, получается. Когда из глубины, там, значит, выдвигается вперед Мирошкин, там, Авайкян, например, и еще из глубины один из инсайдиков, то защитник сложились от Ирлугастанации. Это группа атаки. Понимаете? А вот так вот получилось два там таких прямолинейных игрок, на мой взгляд, они мало что создали. Вот. Поэтому будем работать. Я надеюсь на процесс. Потому что, ну, не может человек, вот я с ним сейчас разговаривал, не может человек, который забил 70 голов за свою карьеру, да, не забивать. Вот он говорит, Николаевич, мне давали спокойно играть в Экси? Я забил 11 голов. Как бы я там не играл, я все время играю. А у меня был выбор. Я могу как бы варьировать, да, я все ищу, как лучше сочетание, какие лучше. Пока никак. И Процеров не наберет никак ту форму, которую, чтобы он имел момент, и чтобы он забил. Поэтому здесь есть сложности. Есть еще Окороков, который как бы быстрый, да. Ну, пока опять предпочтение отдал сегодня Ершову, Пономареву, поддержал их на поле как можно дольше. А дальше, конечно, мы выпустили уже маленьких, но они никто не удержал, никто ничего не создал. То есть, пока в нападении, да, нету, нету хорошего сочетания, чтобы действительно нагнетали и забивали, и моменты создавали. Ну, да, боремся. Вот на стандарте. Конечно, если бы Савин забил 3-2 еще, тут, может быть, воодушевились бы, может быть, до конца так бились, сражались, еще неизвестно. Ну, в принципе, да, конечно. Если вы меня спрашиваете, удовлетворен ли я вот самой игрой, не результатом, результатом ясно, что это просто орухопалотка, потому что я никак не ожидал, что мы на стандарте можем пропустить. Я предупреждал, я четко расписал, кто с кем играет. И мы не сработали индивидуально. Например, Савин с этим... Антипинга. Антипинга, да. Потом Ревякин, я сейчас не помню, кто у меня записан, там играл с ним тоже, игрок. Тургровид забил, то же самое. То есть здесь персонально должны были сыграть. Мы персонально им проиграли. Причем... Только за... Начале игры, прям. Вот это что? Слохо. Вот так. Не хотел сразу после такой начала, такого страшного для команды, сменить кого-то. Кого сменить? Вот мы не отпускаем. Как вы думаете, что так просто взял, сменил, и все изменилось? Ну что? Кого сменить? Кого защитника сменить? Сложно. Тоже. Нападающего. Я не кричал, Вершову, беги, возьми этого 20-го, потом поменяйся. Савин, не выигрывает. У Антипинга. Пойди туда. Он пока добежал, так другой забил. Даже не побежал, понимаешь? Потому что, ну, уже, может, не слышал, может, не понял. Вот. А четко было задание, значит, Савин играет с Антипинга. Ну, как бы, один из лучших у нас защитников, Игорь Голубой, видите, он всегда создает какие-то моменты у чужих ворот. Ну, он и у своих должен защищать. Ну, вот так игра сложилась. Ну, неудачный плюс. Какая-то неудача. Ну, не в штамбу, а в воротах. У нас обязательно туда. Все. А вот у них кто вратарь потянет, кто еще что-то. У нас еще есть какая-то возможность снять позицию молодого футболиста? Ну, я, в принципе, я жду одного игрока, хорошего игрока. Я жду. Но будет возможность его взять, когда его отпустят, там, свыше, все это, с примерники. Я не знаю. Вот это раз. Ну, и завтра, как бы, Ёлкин приезжает. после завтра, Ёлкин уже возвращается. Да, возвращается. Все, мы там договорились, он уже расстался. Возвращается. Ну, я думаю, тоже усиление. Но, в связи с молодым, вот этим, молодого, какого-то взорудинку найти. Потому что, опять же, Ёлкину, надо ж несколько. Ну, хорошо. Пусть придет, пусть мы будем его выломать, там, кого-чего, как переставить. Но, Ёлкин, это игрок. Что там? Селехов не вернется уже, да? Селехов, я думаю. Даже разговоров что-то не было. Я не знаю, откуда он возник. Нет. Вот это, конкретно. Поэтому, ну, не знаю. Молодой нужен. Обязательно. Я уж думал, Николаева сегодня. травма. Проваленного поставить среди. Ну, вы посмотрите, если не справляется там по движению, вот Ёлкин, да, он проболел немножко, вышел, утяжеловат. Как бы. Но, он все равно, бойцовские качества, там, включил, гораздо, доткнулся. Ну, слава богу, хоть так. Потихоньку, конечно, будет проболеть. поставить час проваленного, это слабое будет место в середине теперь. Вот. Молодежь, конечно, у нас пока. Ну, а в океан уже по-разному играет. Он иногда и хорошо играет. Иногда, вот, как стопор какого-то наступает, тут все, устает, и надо менять. Ну, вот, выпустит, что-то, а ну, что. А ему тоже надо, как бы, расти свой, там, лестный. Вот такие дела. Можно вопрос по факеру, каким мы его увидим сегодня, уже в последнем часе? Начало было у них очень сильное, разумное, хорошая команда. Я вот, когда делал вчера информацию, я уделил целый час этой команде. То есть, все четыре игры, все у меня есть, все мы показывали вчера на большом экране, показывали, как играет. Я сказал, что ничего особенного в команде нет. Но, если брать индивидуально, каждого игрока очень сильный. Команда только сыгрывается. и вот сегодня было заметно, что мастерство вот есть у игрока. Что отдельные в эпизодах, они действительно смотрелись мастеровито. Вот, то, что они забыли. Это мы позволили, как раз, со стандартов за них. Александр Николаевич, в прошлом году у нас быстро возникла психология аутсайдеров, да? И все игроки, и тренеры, руководство, болельщики, согласились с тем, что эта психология давила на команду. После восьми матчей она возникла, и она весь сезон давила на команду. Сейчас она ведь тоже может возникнуть. Вы этого, тоже, наверное, опасаетесь. Что делать, чтобы она не возникла и не поселилась надолго у нас в раздевалке? Я думаю, что надо всем поближе быть к нам, руководству клуба, с игроками. Сейчас надо, может быть, встречу организовать, какую-то неформальную. Поговорить. Немножко направить, людей успокоить. Потому что в прошлый раз, вот я спрашиваю, ну что, ребят, не хватает? Вот, Володя был, следитель, да? Они говорят, мы там зажаты немножко, восьмое место давим. Ну, это ерунда, правильно? Какое восьмое место? Сейчас давят уже последнее место. Да, восьмое место. Ему, конечно, психологию надо выровнять, чтобы этого не было. То, что было в прошлом, команда умеет играть, просто, да, конечно, еще надо, как бы, расставить всех правильно, пока не получается. Понимаете? Каждый на своем участке, где-то не дорабатывает, или не доигрывает, будем так говорить, вот, и не все получается. Вот. Ну, то, что ребята стараются, и то, что, как вот Александр сказал, там, да, безвольно, я не считаю так. Вот только 20 минут, да, вот эти стандарты, все, это я с этим сказал. А вот старались, пытались, ну, не получилось. Чем мы можем помочь? Журналисты Орловские, разумеется. Чем? Да, Ну, вы и так помогаете, вы и так, в принципе. Пас рядом, Андрей рядом, все время есть информация. Ну, чем еще можно помочь? Если, по сайту болельщиков говорить, то мне может, может высказить такое даже слово не сайт болельщиков Орла, а сайт врагов Орла. Потому что все, что негативное, сразу сюда вырос. А вообще, если бы наш сайт работал, вот, клубный, да, мощно, так, чтобы все информация, чтобы он затмил этот сайт, то многие бы просто и не читали вот ту похабщину, которая там, или какие-то члены там показывают, или еще что-то, но там туда заходят и женщины, заходят туда и дети, в конце концов, те, которые болеют, понимаете, а там одна негативная информация. Вот и все. А помощь ваша, спасибо, что вы рядом с командой. Потенциал все-таки есть, вы говорите, сделаем. Потенциал есть. В Рязани. Потенциал есть, я даже не сомневаюсь.